Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейщи Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про биткоин, про эфириум, кардана, XRP и другие альткоины. Все они выглядят очень позитивно в долгосрочной перспективе. Обсудим также некоторые новости из мира криптовалют, а в конце видео я хочу показать тебе 5 правил для начинающего трейдера. Очень много всего интересного сегодня хочется обсудить, поэтому без лишних слов сразу к делу. Но не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. На этом сайте можно в режиме онлайн наблюдать то, как сжигаются эфиры после запуска обновления Лондон в главной сети. Мы видим, что всего сожгли уже более 42 тысяч монет. Это означает, что каждую минуту из предложения эфириума исчезают монеты на сумму около 10-11 тысяч долларов. И исчезают они навсегда. Это очень-очень хорошо для долгосрочной цены эфириума. Просто представь себе 2023 год, когда миллиарды кошельков эфириума будут пользоваться сервисами и услугами на блокчейне эфира. В таком случае каждый час будет сжигаться тысяча монет эфиров, пишет эфириум аналитик у себя в твиттере. Кроме этого, от 50 до 80% предложения эфира будет залочено в стекинге. С таким радикальным уменьшением предложения даже незначительно растущий спрос заставит цену эфира незамедлительно отреагировать. Кстати говоря, у нас даже есть некоторое представление о том, каким будет предложение эфира при условии, если спрос на него останется таким же, как и сейчас. Естественно, чем выше будет спрос, тем больше будет использоваться эфир и тем больше монет эфира будет сжигаться. Мы видим, что с 2015 года максимальное предложение эфира выросло с 72 миллионов монет до 117 миллионов монет. При условии, что у эфира будет такое же количество пользователей, как сейчас, предложение эфира вырастет до 119,3 миллиона монет в 2022 году. И с тех пор начнет падать и до 2024 потеряет больше миллиона монет эфира. Эти монеты исчезнут навсегда. И чем дальше в будущее мы будем идти, тем меньше будет предложения эфира. Но мы понимаем, что на самом деле количество пользователей эфира будет расти, соответственно, на длинной дистанции и уменьшение предложения будет более радикальным. Сейчас использование эфириума растет за счет сектора NFT. Так, на этом графике мы видим, что и объемы, и пользователи, и транзакции на крупнейшие NFT-площадки OpenSea просто взрываются и находятся на своих исторических пиках. Торговые объемы на OpenSea и вовсе выросли на 76 240% за этот год. Что намекает на приближающийся новый бум NFT? Вчера мы говорили о том, что и сам Лео Месси, один из самых известных футболистов, создает свои собственные NFT-токены. Конечно, в этой сфере очень много скама и мошенничества, но я уверен, искусство и спорт, учитывая все партнерства в этой сфере, все же переплетутся с NFT навсегда. Взрыв NFT-сектора ведет к увеличению спроса на эфир. После Лондона растущий спрос на эфириум приводит к его большему использованию, соответственно, и монет сжигаться тоже будет больше. К вопросу о росте пользователей. Теперь поговорим о биткоине. Ончейн-метрика биткоина выглядит исторически рекордной. Биткоин-архив поделился некоторой информацией, в которой сообщают о том, что рост пользователей биткоина вот-вот станет параболическим. На этой диаграмме синим графиком обозначена цена биткоина, а сиренево-розовым как раз-таки рост пользователей сети биткоина. Я также хочу подчеркнуть, что это не линейный график, а логарифмический. Параболические движения на логарифмических графиках выглядят меньшими и прижатыми, чтобы мы могли лучше видеть глобальный тренд. Но также это вводит в заблуждение многих людей, которые не знакомы с тем, что такое логарифмический график. Биткоин-архив также опубликовал эту кривую принятия новой технологии или актива. Он говорит о том, что рост пользователей биткоина следует этой кривой. По его словам, мы уже прошли стадию ранних последователей, но еще и не перешли в стадию раннего большинства. Именно эта стадия, по мнению биткоин-архива, ждет нас в самое ближайшее время. И именно она станет началом длинного параболического взрывного роста пользователей биткоина. Ее еще можно вот так нарисовать, тогда станет еще понятнее, что нас ожидает. А нас ожидает вот это параболическое движение роста пользователей биткоина. Я, признаться, пропустил фазу новаторов, но успел стать одним из ранних последователей. Вчера мы говорили о том, что биткоин продолжает выводиться с бирж, тем самым создавая дефицит предложения. Это накопление биткоина на сторонних кошельках, а не на счетах бирж, находится на уровне четвертого квартала 2020-го. Как раз перед тем, как цена биткоина перешла вот в этот рост. Который, кстати говоря, не обходился без коррекций. Это я к тому, что и сейчас он вполне может корректироваться, даже находясь в состоянии роста. Я хочу дополнить эту метрику еще немного сегодня. Кто же накапливает эти биткоины? 76,8% денежного предложения биткоинов удерживается в сильных руках. За всю историю биткоина всегда большая часть его монет была ликвидной, как видно на этом графике. Пока в марте 2020-го, вот здесь, не произошел разворот тренда. И действительно, серый график это цена биткоина. Синий, процент предложения биткоина на кошельках, которые почти никогда его не продавали и только холдят. Мы видим, что с 2010-го года по март 2020-го этот график падал. И лишь с марта 2020-го мы наблюдаем разворот тренда. Все больше и больше биткоинов попадает на кошельки холдеров с тех пор. Если добавить к этому еще и вот этот график, на котором мы видим резервы биткоинов на биржах, то мы заметим, что биткоин-балансы на биржах тоже падают. Из этого мы можем сделать вывод, что биткоин сейчас переживает макрошок предложения. Уилл Клименте у себя в твиттере комментирует это следующим образом. Текущая волна шока предложения биткоина демонстрирует большой подъем. В последний раз такое происходило в сентябре прошлого года, вот здесь. Как раз перед вот этим массивным забегом биткоина. Но сейчас, по словам Клименте, это движение намного более агрессивное. Иными словами, биткоин ожидает не просто шок предложения, а агрессивный шок предложения. Теперь я хочу поговорить про кардана. Кардана может быть готова протестировать снова свой крайний исторический пик. Кардана возвращается в зону роста после 6-месячной консолидации и уже оседлала 2 доллара. Все последние новости в криптомире крутятся вокруг Алонса и запуска смарт-контрактов в сети Кардана. 13 августа, то есть вчера, компания, которая создала Кардана Inputs Output, у себя на YouTube-канале опубликовала большое объявление. Если ты держишь Кардана, ты должен услышать его. Мы уже имеем полностью завершенный релиз смарт-контрактов, готовый к использованию людьми. Также у нас есть полный набор инструментов для работы с хардфорком Алонса. И вот дата, на которую мы нацелены. Понедельник, 12 сентября. Спасибо, Майкл, это дата, которую многие очень-очень долго ждут. Конечно, это не только ожидаемое событие, но и начало новой смарт-контрактной эры Кардана. Это та точка, от которой Кардана превращается в экосистему, в которой сообщество сможет строить и предоставлять свои продукты. Теперь я хочу, чтобы ты послушал специалиста, который расскажет, что такое смарт-контракты в Кардана, какие будут первые децентрализованные приложения, кто впервые начнет использовать новую экосистему Кардана, и чего мы можем ожидать от этого обновления. Кевин, может быть, вы расскажете нам побольше? Смарт-контракт – это известный термин, но что это значит для Кардана? Он означает децентрализованные биржи, новые DeFi-приложения, платформу для новых децентрализованных приложений и функционал для Кардана. Расскажите, чего нам стоит ожидать? Ожидайте новые приложения с самого начала, включая те, что уже готовят наши партнеры. Еще больше их будет после самого хардфорка. Конечно же, это совершенно новая эра для Кардана. Этот хардфорк предложит многим разработчикам целую среду для работы, среду, в которой они смогут строить свои приложения. Мы уже тестировали ее в тестовых сетях Alonso в фазах Blue, White и Purple. Но запуск в основной сети улучшит опыт разработчика, он сделает разработку приложений проще. Также эта среда разрешит интегрировать компоненты OnChain и OffChain. Кроме этого, она будет абсолютно безопасной. Но самое классное то, что все, что будут создавать люди, не потребует от Кардана еще одного хардфорка. Как только мы запустим Alonso, все будет происходить именно в нем. Так что мы будем в ситуации, когда люди смогут создавать те приложения, которые хотят, на Кардана. Итак, мы ожидаем хардфорк 12 сентября. Этот хардфорк приведет Кардана в новую эру. Децентрализованные биржи. Такой толстенький намек на то, что Кардана таки запустит свой собственный свап. Я уверен, после запуска этой децентрализованной биржи от Кардана, цена ада просто-напросто взорвется. Именно поэтому я продолжаю ее держать. А теперь я хочу поговорить про XRP. XRP становится одной из самых быстро растущих криптовалют из 105 на CoinMarketCap. За день он вырос почти на 20%. Я хочу показать тебе вот этот график. Мы видим, что создание новых адресов XRP начинает расти в последнее время, что и подталкивает цену XRP вверх. По данным все того же аналитического центра Sentiment, который изучает криптовалюты, мы видим, что уровень активности разработчиков, который обозначен вот этим светло-сиреневым графиком, в последнее время очень сильно взорвался и находится буквально на исторических хаях. Это означает, что разработчики сейчас трудятся в поте лица, и их активность самая максимальная за всю историю Ripple XRP. Интересно, над чем это они так трудятся? Увидим в будущем. Но у меня есть предположение. Я хочу пройтись по одной новости из Украины. Недавно мы слушали интервью замминистра цифровой трансформации, который сказал, что наша страна готова принять биткоин и цифровую гривну. Это очень вдохновляло. Но сегодня, буквально 9 часов назад, стало известно, что Служба безопасности Украины закрывает нелегальные криптовалютные биржи на территории страны. СБУ в своем заявлении обвинила нелегальные криптобиржи в предоставлении транзакционных услуг с тегами анонимности. СБУ заявила, что этот вид незаконных услуг был помечен как риск отмывания денег. СБУ добавила, что незаконные средства поступают из электронных кошельков Яндекс, Киви и Вебмани, которые у нас запрещены. Кроме этого, Служба безопасности обвиняет некоторые криптовалютные биржи в том, что они подделывают регистрационные документы на территории Украины. Бинанс пока что не трогают, и слава богу, на их долю и так слишком много испытаний в последнее время выпадает. Известный миллиардер Марк Кубан, которому принадлежит организация Dallas Mavericks, заявил, что Dogecoin является самой сильной криптовалютой в качестве средства обмена. Его организация, напомню, уже принимает и Dogecoin в качестве оплаты, и она даже предлагает скидки тем, кто хочет оплачивать услуги и товары именно Dogecoin. Кубан у себя в Твиттере пишет, Dogecoin – это единственная монета, которую люди охотно используют для транзакций. И хотя BitPay предлагает и другие варианты, например, биткоин и эфир, люди все равно чаще выбирают Dogecoin. Значит, все больше бизнесов будут его принимать. Самым большим препятствием для принятия Dogecoin является то, что ты не можешь потратить его на покупки в Робин Гуде. Мне кажется, люди охотнее тратят Dogecoin вместо биткоинов, просто потому, что им жалко тратить биткоины. Это же цифровое золото, в конце концов. Также в речах марка сквозит идея, что если Робин Гуд примет Dogecoin в качестве средства платежа, то его популярность вырастет еще больше. Тезер, самый популярный на данный момент стейблкоин, представил отчет, в котором рассказал о том, что стейблкоины и USDT на 100% обеспечены резервами. При этом почти 50% обеспечения USDT от Тезера составляют коммерческие бумаги. Стоимость активов компании Тезер превысила 62,7 миллиарда долларов при общей эмиссии в 62,6 миллиардов монет на момент выпуска отчета. Как мы видим, Тезер изо всех сил пытается быть как можно более прозрачным. Оно и неудивительно, учитывая, что его махинации с криптовалютными биржами до сих пор обсуждаются судами в Нью-Йорке. Я все еще убежден, что хранить свои доллары в Тезере достаточно опасно и что сам Тезер может оказаться тикающей бомбой. И закончим мы пятью правилами для начинающего трейдера от Стива Бернса, создателя NewTraderU.com, у которого почти 400 тысяч читателей в Твиттере. Я бы сказал, что эти правила подходят не только для новичка, но и для достаточно опытного трейдера. Первое правило. Торгуй для того, чтобы торговать хорошо, а не сделать больше долларов. Второе правило. Яростно защищай свой капитал. Очевидно, речь идет о том, что нам нужно не только зарабатывать, но и сохранять заработанное. Третье правило. Действуй немедленно, без раздумий. Четвертое правило. Хуже, чем быть неправым, это оставаться неправым. И пятое правило. Если ты не знаешь, что делать на рынке, смотри пункт номер два. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Также подписывайся на канал Телеграм, ссылка на которое в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok